Варваровский мост 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 Варваровского мост Варваровского мост таким вот ручным способом, это где-то неделю займет у нас. Потом мы пескоструим это быстро, в принципе, пескострую, это уже механически мы снимаем оставшиеся там куски КПРП, потом это все уже будет тогда все счищено. И потом стелим мембрану. Единственный момент, я не берусь браться, например, там, за покрытие, не хочу, потому что думаю, возможно, что-то пойдет не так, мы сейчас еще будем перевышать людей, которые будут тоже контролировать процесс, как вы там, знающих. Вдруг что-то пойдет не так, не хочется, знаете, людям, например, сказать, что вот все, там, через две недели мы закончим, а, все там растянулось там, ну, как у нас, или, да, ну, не хочу быть холостом, могу сказать, так, неделю мы снимаем полотно, пескоструй очень быстро пройдет, вот сама мембрана и асфальт, который потом мы должны хотя бы дать ему чуть-чуть, наверное, там постоять, это будет, конечно, ну, и не будет очень-очень быстро. Ну, слушайте, мы годами уже этот мост терпим, как бы, и я в том числе, я думаю, что чуть-чуть уже, ну, дотерпим, но, по крайней мере, хотя бы сделаем качественно, чтобы он нормально смотрелся. Добавить хочу еще, что обратились сейчас местным властям по поводу того, чтобы они привели в порядок барьерное ограждение и, ну, само будем говорить, конструкцию моста. Это механически, потому что она очень сильно вибрирует, надо ее докрутить. А конструкция на балансе города? Конструкция на балансе города, да. И, конечно же, если мы сделаем, например, постелем уже, да, нормально, новый асфальт, сделаем разметочку, ну, слушайте, ну, в любом случае надо, чтобы они привели барьерное ограждение, все в порядок, чтобы мост, слушайте, имел достойный вид, не только для жителей им радовались, будем говорить, а все остальные, потому что покрытие мы сделаем, а ограждение увидели, оно уже ржавое, с них сыплется краска, я считаю, что его надо тоже, конечно же, привести в порядок, чтобы просто вот мост имел достойный внешний вид, в общем, не только покрытие. А вы общались уже с городской властью? Мы написали им, да, мы написали им письмо, как бы устно разговаривать с ними, вообще это бесполезно, потому что на протяжении, ну, с начала года я с ними там веду переговоры, и мост бы мы могли вообще отремонтировать, это, чтобы вы знали, когда я предлагал, говорю, давайте субфинансирование с вашей стороны, я бы этот процесс запустил еще раньше, мы бы его уже отремонтировали, забыли. Ну, как бы, ответов, будем говорить, нету, как-то, не знаю, понимания нету, ну, ничего, из-за этого чуть затянулось, и мы решили, потом приняли решение уже идти самостоятельно, никого не слушать, не ждать ни от кого помощи, пусть это будет не спеша, пусть это будет медленнее, где-то вот такие разговоры, где-то сэкономили, вот даже сейчас чуть-чуть сэкономили, мы сейчас пустим дальше, за Ингульский мост, в сторону Одессы, сделаем этот участок, даже за эти средства, ну, ничего, так тяжелее, конечно, проще было бы, если бы нам поставили плечо, где-то какое-то софинансирование, процесс бы шел быстрее, ничего страшного, справимся.